19-летняя Лусинепа Заян в выборах уже участвовала. Прошлой осенью выбирала губернатора. Зная, как устроен процесс, в числе первых приняла участие в студенческом голосовании на референдуме по вопросу внеурочной деятельности колледжа. Девушка делится. Многие из тех, кто сегодня придет на импровизированный избирательный участок, впервые попадут в атмосферу выборов. Это всем пойдет на пользу. Мне кажется, каждому студенту, даже которому нет 18 лет, было бы интересно увидеть до того, как им исполнится 18 лет, как проходят на самом деле выборы и почувствовать это на себе. Референдум в Самарском государственном колледже прошел при поддержке молодежной избирательной комиссии Самарской области. У нас не просто выбор, а студенческое голосование. Ребята будут определять, нужна ли им внеурочная деятельность, как она влияет на их гражданскую активность, на воспитание их личности и так далее. И мы посмотрим, какое мнение у молодежи по этому поводу. Здесь все по-настоящему. На участке избирателей встречают члены студенческой избирательной комиссии. После предъявления документа, студенческого билета, выдают бюллетень для голосования. Чтобы сохранить тайну голосования, волеизъявление проходит в кабинке. После проставления галочки бюллетень отправляют в КОИП. Это автоматизированный комплекс обработки. Он представлен колледжу избирательной комиссии. За соблюдением всех процедур голосования следят наблюдатели. Наравне со студентами в зале присутствуют и независимые общественные наблюдатели, которым предстоит выполнить эту роль на выборах в марте. Сегодня у нас на тренинге присутствуют наши наблюдатели, которые обучены семинарами общественного штаба. Их два человека. Они будут смотреть весь комплекс мероприятий, который будет проходить на площадке колледжа. Соответственно, сегодняшний тренинг покажет, насколько мы готовы, наши наблюдатели готовы, насколько соответствуют компетенции тому, что у нас будет применяться в рамках единого дня голосования. Активность студентов на модельных выборах показала, насколько подрастающее поколение заинтересовано в процессе голосования и готово к волеизъявлению. Галина Топилина, Григорий Плешаков, События.